Комендатура. И все, великие домики, а вот тут далее, вот, пошли снова в приватный сектор. То есть, это самый укрепленный район, потому что он, именно то, что там находятся много поверхностей, какие-то индустриальные строительные, АТБ-магазины, 9-поверхности, 5-поверхности, легко укрепить его. И первый раз, вот этот диадук, они пробовали подорвать, мы пошли до поворота, тут зустрели в огонь, тут, значит, зеленка, и вздовж дороги, где зеленка, дерева, залезничные колеи, тоже зеленка, много залезничных колеи, которые заходят там, сразу же, и тут тоже дерева беда, вот так. Первый раз 10-го мы пошли, знищили тут группу, пройшли, тут блокпост был кинутий, и при повороте, вот тут уже зустрели в огонь, и звезды, хорошо, чтобы были прикрыты, залезли вдоль дороги деревами, которые были вдоль дороги, и звезды хаотичный в огонь тоже, с этого боку. И это 10-ое слово, это вскрылось. При плану, в первый раз, было сплановано, что, значит, Хамчак каже, десь вот тут у нас уже есть коробочки, вот тут есть коробочки, вот тут, и вот тут. Вот тут есть церковь, вот, и вот тут на подходе. Значит, 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 умовно кажучи, планувалось, что, если піде подкрепление, то цей секрет сможет отсекти, и цей сможет отсекти. Будь-який рух с того боку. И было сплановано, что батальон Донбасс высулается вот таким шляхом через Грабское селище, которое перед тем, за эти 5 дней, пока нас не было, ЗСУшники его очистили, при том и с втратами. Там, потом мы видели, там, танк наш подбитый, сгорелший. Но они, значит, цяною там колькох атак, 2-3-4 атак, с невеликим втратом, но они его очистили. Потому что мы потом знали, что из этого Грабского перед этим выходила ДРГ, яка заменнувала, яка заменнувала тогда, и она потом повернулась в Грабский, и втекла в голову через эту сторону. Они его очистили, и батальон Донбасс, в полном складе, мы высунулись сюда. У нас было 4 БМП-шки, нам надали, 4 БМП-шки супроводу, так как тут были, там, тоже зеленка дерева, схематично, ну, приблизно так, у него же это где-то там, тут воно, умовно говоря, значит, БМП-шки пустили вперед, чтобы они нас прикрывали, а мы зайшли сзади, тут стикнулись с секретами вогневыми, их погасили, погасили, зайшли, зайшли, тут стикнулись с вогневым контактом, погасили, погасили, тут у нас 1 200-й був, хлопец загинув, значит, цих убили, убили, прогнали, тут вогневый контакт, знищили, зайшли, дійшли до школы и разместились в школе. И, фактически, за один день, так, как планировалось, планировалось, как, батальон Донбас заходить здесь, полным складом, и берет всю часть Иловайска под свой контроль. ЗСУшники, значит, плюс батальон Дніпро, батальон Азов, Шахтарск дуже почав просить, чтобы их снова взяли. Как планировалось, что Шахтарск заходить с этого боку, как только наривается на вогневый контакт, зупиняется, залягает, окопается и начинает просто вести відволяющий бой, не просуваясь вперед, чтобы не нариваться на сильные вогневые сопроты. Они просто лежат и их смикают. Перед этим артиллерия по команды Хамчака закидает сюда димы, великую кількість димов. Так что враг не понимает, не видит, паникует, умовно говоря, и в любом случае считает, что основные удары идут сюда, и они отстреливаются, а цели лежат и их щипают. При этом один взвод подкрепление приходит до нашей точки, где-то 30 человек мы планировали, чтобы их прикрыть. Открываются два, по-моему, там два танка и один БТР. И бьют с этого боку. Под прикрытым одного взвода, чтобы их не могли там...